Ну, в целом стоит отметить, что команда G2 очень быстро вышла на точку B, вернее А, без проблем вообще, там справилась абсолютно со всеми пистолетами, а герои поставили бомбу и добрали просто всех без шансов, так что здесь то же самое происходит, два игрока остаются никой вместе с напи против пятерых игроков G2, бомба устанавливается и это 2-0, easy. Играет музыка Отборочных на катавицу G2 Esports, так что есть зуб, который точился уже на протяжении нескольких недель у французов, я думаю, что они сейчас будут заряжены на этот трейн, но пока что все начинается хорошо, бомба 2 раунда стояла, взрывалась, так что деньги очень сейчас хорошую команду G2 Esports, чего нельзя сказать у героев, которые будут только с пистолетами и слишком мало фрагов ребята делают, только 4 за 2 раунда, это нику вместе с с напи, ну и в целом пока что слабенький старт от команды издания. Да, так и есть, посмотрим как будет отыгрывать в этом раунде героик, ну хоть кого-то еще забрать, нужно какие-то девайсы выбивать из рук команды G2. Поджимается у нас зелень и в принципе за эту точку отлечает Шокс, который уже будет готов вбивать соперника, то ах, Моди отлетает без шансов, у Нико тоже нет их, но Шокс демонстрирует то, что достаточно долго посидел на дезматче. Перед этим противостоянием Кениас тоже забирает с напи, последний Юги и он делает выпад неплохо, забирает НБК и Апекса, но все-таки Кениас забирает 3-0. Пишет, что Алексея не слышно. Да, Алексея не слышно, Алексей не нажал волшебную кнопочку. Меня сбил с толку вообще вот этот вот старт эфира, который просто нажимаешь старт, все у тебя настроено, все нормально, а пишешь, что 0 зрителей и просто твич не знаю. Ну, ребят, бывает такое, бывает такое, у нас были некоторые проблемы с твичом, сейчас стрим уже есть, напишите об этом в чате, вроде как все хорошо. Это ESL ProLiga 5 сезон, с вами Ухо, с вами Энканис и сегодня будет 4 карты, первая начинается вот так вот под валынку команды G2 Esports, которая уже ведет со счетом 3-0, есть АВП от мастера Кениас, соответственно у Юги тот же самый девайс и ему будет тяжело, учитывая то, как сейчас будут выходить Апексы, друзья, но все-таки вот отлетает у нас Дэнс, сразу же размен от Шокса, Снапи не упускает Бадди и Шокс тоже падает от Моди, Снапи еще одного забирает, Кени последний и он вне тут ситуации, вне позиции находится и здесь вот должны все-таки героики первое свое очко забирать. Ну, тут попытались выйти французы 2-2, даже 2 плюс 3, это было мидл, это был мидл и было верх-низ, то есть как-то так медленно они решили под гранаты выйти, но там очень хорошие позиции были, прежде всего у Снапи, который сидел на трансформаторе. В итоге Кенис падает, Хероик Нико делает последний минус, ну и дачане берут первое оружие на раунд, при том подбирает второе АВП Нико, отдает его Снапи, ну тут действительно Снапи берет у нас довольно, вот чаще всего после основного Снайпера, раньше это был Фриз, потом это был Кедиан. Вот теперь это Юги, да, основной Снапи, а теперь вот Снапи у нас решил взять Снайперскую винтовку и таким образом в 2 АВП играют в защите Хероики. Ну и 4 плюс 1, сейчас они держат Кенис, 3 килл от него, он выходит в мидл и минус тот самый Снапи, который был со вторым АВП. Слишком легко было для Кенис, это сейчас, и вот 4 в 5, Моди отвечает за зелень, вместе с Юги работают на этой позиции, Вальдемар пока что отвечает за выход через Алектик на верх-низ, ну и Нико только одного оставили на точку Б. Сейчас вот есть еще время для того, чтобы G2 вот постояли, подумали, куда бы выйти. Так, Моди, ну не самая лучшая граната на зелени, соответственно вот сейчас G2 держат просто в напряжении своих врагов, те не знают вообще куда пойдет бомба. Ну пока нет действительно информации, очень медленная пассивная игра G2, Боди на зелени вместе с Шаксом, тот с АВП, 2 АВП в атаке уже в свою очередь от французов, но и Юги ловит капитана команды G2, тот отваливается, и таким образом ситуация 4-4, тут же фраг от Кениса, и уже G2 начинает заходить на точку А. Только хотел сказать о том, что Юги играет уверенно, тут же он отлетает от Кенис, он удача работа от Моди вместе с Нико, 3 минуса от этих бойцов, последний, Кени. Но сейчас в принципе нужно прочитать как от атаке второго соперника, так уже есть минус, 4 от этого парня, возможно это есть против Нико, который находится на панте, Нико, нет, все-таки не добирает Кени, отпускает его наверх-низ, вот с 14 хп уходит на точку Б, у Нико 19, и здесь сейчас будет дуэль таймингов умов, Нико понимает, что это выход соперника на точку Б, тот просто устанавливает бомбу, и Нико сейчас может словить Кени на таком тайминге, ой-ой-ой-ой, тут на самом деле все сделал правильно, вот поставил бомбу, вроде как неплохо, вышел, но здесь уже не прочитал соперников, в такой позиции, и это второй раунд и команда Героик. Не ожидал Кенис, что будет близко датский игрок, и тот уже действительно хороший тайминг, позицию, все сделал для того, чтобы выиграть этот раунд. Ну что у нас по деньгам? По деньгам это вопрос, для G2, хоть они бомбы поставили, но закупа, судя по всему, не будет, будет просто форсик такой легкий, это арморы, это гранаты, это теки, но и Хероик уже взяв два раунда, выравнивают немножечко свою экономику, и в целом могут уже сравнивать счет, и в принципе-то на оружейных раундах, даже потеряв первого игрока, они все равно переворачивают в свою пользу предыдущих два раунда, так в общем-то и было, и здесь уже Хероики довольно серьезно отвечают своим оппонентам, раундбуст мы увидели на зелени в исполнении G2, при том, ну, этот раундбуст по факту ничего не дал, ну и вот сейчас французы готовят раскид, и, судя по всему, будет выход на точку. Полетел первый смог, второй тоже должен лететь за ним, пока что на верхней зере просто два бойца находятся, команда Героики, Моди, на зелени, все под контролем, команды, которые из Дании, Вальде, выпад под флешку, опять самый лучший боди, тут его забирает, 5 на 4 уже ситуация, и тут второго будут чекать, Снайпик забирает просто в спину Снайпик, который даже не реагирует на такие движения у своего соперника, дальше вступает в роль Юги, этот снайпер, стреляет Апекса, но вот Моди ошибается, на Хэле его все-таки забирает Шокс, 4 в 2 ситуации, Нику вместе с Юги вне позиции бомба поставлена, и здесь неужели вот так вот возьмут раунд G2? Как-то на ровном месте, тут Хероики натупились, честно говоря, отдали полностью мидл, а верхних вообще Снайпик стоял спиной, там смотрел, и сейчас хороший Молотов прилетает в коннектор, естественно, Ника должен уходить на сейв, Юги стоит в бане, И G2, вот такой вот нашифрованный раунд, было видно, что есть гранаты, есть какая-то задумка, идея, притом основной выход был через мидл, ну и вот датчане просто как-то очень расхлябанно сыграли полностью, не то чтобы полностью, они просто не контрили этот выход, и Хероик проигрывает. Главная проблема команды Хероик, то что вот самый интересный персонаж сейчас не убивает, это Вальдемар, вот нужно как-то включаться, тем более, что у него точка очень важная, он отвечает за верх-низ, он отвечает за мейн, он вообще вот тусуется у нас или на перимке, или возле электрик бокса, То есть здесь тяжело будет действовать без поддержки, и соответственно у него пока что не залетает, вот нужно надо сейчас задуматься о защите, уже двойное преимущество команды G2 Sports по очкам, есть АЛП от Кенниеса, но сейчас Юги, вот в этом раунде нужно как-то выигрывать перестрелку у Кенни, пока что этого у него не получалось. Ну, по крайней мере деньги есть у Хероик на закуп, но вот тут нельзя допускать вот таких вот ошибок, которые были в прошлом раунде, это может быть проблемой в целом для Дефенса, Юги довольно агрессивная позиция на зелени, откидывает смок, сейчас возможно его будут зажимать, нет, ну все-таки под этот смок он может отходить, ну и продолжает Хероике стоять 4 плюс 1, тут Нико 1 на Б, совершенно, мы видим, что G2 не использует, не использует коннектор, Ну и вот 3 плюс 2 сейчас располагается G2, Шокс там в доме, НБК наверх-вниз, ну, мы видим, что все равно бомба-то стоит на зелени и фокус основной будет как раз-таки упор и удар от команды G2 на эту позицию. Юги откидывает хороший молотов, через зелень пока что не может выйти троица команды G2 и Sports, там, кстати, вот смоки полетели, но опять же-таки, как же сейчас круто откинулся гранатами снайпер команды Героек, также есть поддержка от Вальдемара, который просматривает эту позицию, если что будет помогать, Ну и здесь нет перетяжки от защиты, все еще 2 игрока находятся на точке B, и нет информации, только сейчас бомба будет выходить, падана флешка под еще один смок. Юги, очень важно сейчас сыграть хорошо, ну и Вальдемар принимает вместе там своими тиммейтами Моди забирать снапи, НБК, Боди тоже погибает от Вальда, Юги открывается на кейнирса, Вальдемар, еще один минус на Апексе, последний Шокс, и у него нет шанса, просто 5 в 0. Отличная защита от команды Героек, просто супер! Да, тут соглашусь. Ну и что по деньгам? По деньгам у G2 вопрос. Но они сейчас могут сделать такой же форсбай, как они делали, и опять же, доставить проблему своим оппонентам. Мы видели, как героики не справились на планте, и G2 покупают, Шокс покупает АВП, 2 калаша, Галил, ну так-то, наверное, нормальный бай в целом. Если посмотреть на девайсы, кейнис играет с P250, ну, G2 покупает и, наверное, имеет право, потому что все-таки с деньгами все хорошо, действительно. НБК, спускаясь наверх, делает минус по снапи, тот занимает ледер рум, при том, мы видим, что совершенно не было никакого саппорта, здесь совершенно один находился снапи, и три игрока в этом раунде у Хероек решили укрепить точку B, то есть, таким образом, они, видимо, подумали о том, что у G2 будет плохой бай, не самый хороший, ну, и решили вот угадать на точке B, но там никого не было до сих пор, там только есть НБК, который подходит под коннектор. Сейчас уже французы стягиваются туда, что интересно, вот Хероики стоят все равно вдвоем на B, несмотря на то, что одного игрока потеряли. Если сейчас Юги сделает килл, то есть шансы. Ну, там Вальдемар просто как-то не лучшим образом сыграл, Юги в итоге промазывает, откидывает Молотов, но тяжело здесь будет Хероиком. Не, будут сжать до конца, просто 5 на 3, там все раскидали, Юги без зума забирает, Апекса неплохо, можно просто жить, нужно дожидаться поддержки от своих тиммейтов Нико вместе с Моди уже на перетяжке, но все-таки Юги не спасти, и в этой позиции слишком было тяжело. Дальше что-то противопоставить оппонентам, ну и Нико тоже приседает. 39 кп, у него уже 12, уже 0, Бадди его все-таки добирает, он перед этим смог ликвидировать Кенни Эса, Моди тут же отвечает на НБК, ситуация 1-2 для опытного шведа из стана команды Героик, но не самый лучший выпад на Бадди, это просто легкий минус для француза. 5-3, 2 раунда. Хотя мог сделать на самом деле минус по Бадди, и он вроде как Моди правильно двигался, как по мне. Ты видишь, изначально уже раунд пошел не по сценарию команды Героик, потому что у нас Снапи, как будто они в своей тарелке на этом верх-низу. Ты знаешь, я уже второй раз отмечаю для себя то, что он играет там неуверенно, совсем вот. Да, да, тут согласен. Его там в спину убивали, и в лицо там тоже насыпали свинца на самом деле, вот в начале предыдущего раунда, и уже тяжело в защите. Но в принципе у них было неплохое решение, как ты отметил, что вот останутся 2 игрока на точке А и 2 на Б. Но там Вальде отлетел без шансов, и Моди уже пришел буквально на плент, который... При том, что самое интересное, 3 киллом отлетел Вальде. То есть Юги стоял тоже близко в агрессивной позиции, но он стоял внизу, и он мог выстрелить и отойти, что, собственно, и сделал. А вот Вальде стоял на открытой позиции, и он не должен был там вообще никак погибать. Выпад от Боди на зелени, а Боди делает минус, опять меньшинство в очередной раз для Датчан. Отвечает тут же Юги, забирает с штатного снайпера французского коллектива, тут же Апекс на сером вагоне. Там, кстати, 2 игрока у команды G2. Ну и сейчас Хероик вообще отдают Б-Плент, и, к слову, там французы совершенно его не напрягают, и сейчас уже меньшинство нет. Сатус, к слову, заблевляется G2. Шокс делает минус по Юги, почему-то автодиректно переключается на другого Челика, хотя тут вот экшен на пленте. Шокс минус по Вальде Хероик. Ника, отличная работа от него, и в итоге Снапи подключается с коннектора и забирает Чела наверх-вниз. Ну и 4-5. Вот посмотрите, какая прогрессия по раундам интересная. Взяли-отдали, взяли-отдали, взяли-отдали. И сейчас вот уже видно, что G2 все-таки проигрывает эту экономическую борьбу и вынуждены делать форсбай. При том, что у них всегда первая кровь. То есть в последних раундах они убивают первого соперника и потом так неуверенно выходят на плент. Но что-то нужно делать с этим. Пока что вот не видно, что команда как-то вот серьезно готовилась тренироваться. Понятно, что они это делали. Но в целом пока вот и по стрельбе не залетает, и в целом вот только по одному нет связок вообще в атаке. Ну и только не дефолтные пистолеты. Есть ТЗ от Апекса. Да, три тека Бадди Кенни и Шокс по 250 от НБК. Все просто круто для команды Героя, которая может сейчас выходить на временную ничью. И потом уже просто вот вести, наверное, к победе на первой половине. Ну, будет тяжело. Учитывая то, как, в принципе, берутся эти раунды. Берутся они не за счет вот каких-то крутых выходов, там, действий вместе от защиты, а за счет ошибок команды Герой, которая вроде как делает опен-фрак, как я уже сказал, но не может довести дело до хотя бы вот установки бомбы. Юги не выпускает Апекса. Уже неплохо действует Снайпер. Команды Герой, как еще один минус на Бадди, так неплохо можно продолжить. Вальде, Вальде, какой-нибудь самый лучший спрей действует. Но все-таки вот просто спрыгивает из пуста. На мэне забирает Шокса Кенни, а столько одного забирает. Остальные тоже вот должны против него действовать. Ситуация 1 в 3 для Шабе, но и здесь будет тяжело. Учитывая то, что Снайпи читал своего оппонента, а Кенни просто уже топал с этим АВП, пытался просто на агрессии взять оппонентов. Не получилось. 5-5. Ну, вот, кстати, ты обратил внимание, ты говоришь, да, делают G2 entry kill. И обратил внимание, что нету никакого экшена под Б совершенно. Вот этот вот коннектор перед точкой Б абсолютно не контролится французами. И получается, что постоянно один игрок стоит на точке Б и 4 на точке А. То есть у датчан, благодаря тому, что G2 совершенно не чекают коннектор, не двигаются там вообще никак, просто они продолжают стоять 4 плюс 1. И вот они только ситуативно играют 2 на Б, как сейчас это делают, просто ожидая, да, действительно именно выход на эту точку. Почему? Да, почему? Потому что G2 постоянно ходит на точку А, совершенно не цепляя точку Б. И сейчас Херойки укрепляют именно Б-плэн, потому что, опять же, подозревают, что там эко и вероятность выхода на Б довольно высокая. Шокс. Ошибается. Ошибается, на самом деле, достаточно серьезно. Нико, забрят, только Шокса Вальды отлетает. Нико вместе с Моди тут же делает перевес по живой силе в этом раунде. Моди еще один минус. Очень уверенно стреляет Швед. Последний бандит 13 хп, это раунд для команды Героик 6-5. Но это было эко, как ты уже заметил. Ну и в целом, вот, мы с тобой можем очень долго разбирать команду G2 и как она действует в атаке. Но вообще начало очень смазанное. Вообще этого трейна. Не только от G2, но и от Героик тоже. Вообще, такое чувство, как будто команды вот очень долго не играли. Ты знаешь, как будто вот сели, да, вот разыгрались на дезматче. Но в целом, как будто вот давно не играли официалок. Понятно, что в G2 не играли. Героики только вернулись с Катовицы. Где у них, в принципе, как мы уже заметили, был очень хороший результат. Но вот пока что смотрится очень сыро команды. Ну, тут, наверное, больше вопросов к G2. Я бы так сказал, что если Героик-то, они все равно, можно сказать, знаешь, в какой-то игровой форме так или иначе находятся. Выход у нас довольно быстрый на точку А. Тут Вальде очень важная у него позиция. От него много зависит. И он в итоге делает два минуса. Бомба установлена. И Вальде пропустил бомбера. Но, на самом деле, здесь очень уверенно закрыл он мид. Делает также минус по Апексу. Врывается в Зиг там Шокс. Он уже падает. И последний остается в мидле. Кенни с АВП. Совершенно ни с чем. Ну и все. Закрыто. Это интересный раунд. На самом деле у вас есть АВП от Кенни, которое, в принципе, должно было работать, наверное, на одной из точек. Но вы при этом на более-менее ранних таймингах раскидываете точку А и пытаетесь поставить бомбу. И выходите снова по одному. И, если честно, я пока не понимаю этого раунда. Учитывая то, что вот был Кенни, который должен был где-то там найти, наверное, опенфраг. Но этого не происходит. Потому что он остается просто один. Команда, да, вот поставила бомбу, но отлетела от Вальдемара, который действовал очень круто в предыдущем раунде. Ну и сейчас, наверное, тактическая пауза от команды G2. Потому что вот уже который раунд подряд, а именно четвертый, у них абсолютно ничего не получается. Просто какой-то провал. Ну и также можно пройтись по статистике. 11 на 7 от Кенни. Ну, неплохо играет. Кстати, единственный, кто более-менее в плюс уже отличился. 8-8 Шокс. Все остальные пока что пасут задних. Ну, команда Герой все хорошо. Нику разоградает. Что он может. Пауза, кстати, возможно, от французов. Да, Кенни уже купил. И я думаю, что здесь... Стоп. Секунду, прошу прощения. Я тут случайно не те кнопочки нажал. У меня есть такие красивые пролеты. Я вместо этих пролетов взял и сам себя замутил. Ну, бывает. Ты тут? Бывает. Да, ты тут. Пауза, скорее всего, от G2. Я думаю, так. Они вот уже отдали 4 раунда подряд. И вполне возможно уже думают над тем, как бы тут исправить немножечко положение. Ну, давайте смотреть. Опять же, пока мы видели только довольно активные выходы в мидл. В мидл, зелень, вверх-вниз. Но вот на B по факту траундов практически не было. Очень-очень там мало. По-моему, чуть ли не единственный раз G2 выходили на B плент. При том, что геройки постоянно там держат двух человек. То есть, я бы понял бы, если бы были какие-то, наверное, укрепления от защиты. Соответственно, из-за этого команда, которая играет в атаке, не ходила бы на точку B. Но этого нет, ребята. Постоянно три игрока в начале раунда ходят на точку A. На перетяжке тут же готов действовать Югиса в ВП. Но вот пока что, как видим, французы не читают расположение соперников. И вновь начинает раунд достаточно медленно. Только один NBK пошел под B. Шокс, Апекс и Кенни тусуются на мейне. Батя отвечал за зелень. Тут же перетяжка идет. И мне кажется, что это все-таки будет действие на точку A. Уже выдвигается Шокс, находится на вагоне. Это уже интересная позиция для того, чтобы сделать первый минус. Но мы видим, что никто, абсолютно стана команды героек, даже не пытается пикнуть. Вот показаться на этом мейне. И Шокс уже в дистанции будет забирать. Снапик просто сыграет на девятке. Как же так? Неуверенно принимает сейчас соперников ребят из команды героек. Шокс проигрывает перестрелку Моди. 4 на 4 ситуации. Апекс тут же выходит на размен на вагоне. Моди должен отлетать. Но его все-таки прощают. Бомба поставлена. Нет, все-таки вот NBK отлетает от Моди. Тут же получает он под себя ХАЕшку. Кенни, его взрывает. 3 на 3 ситуация. Бомба поставлена. Все хорошо для команды G2. Только вот нужно найти какие-то хорошие позиции. И пресечь все-таки выпад от своих соперников. А они будут идти. Это Нико, это Вальде, это Юги. У них есть дефузы. Куча гранат. Еще есть хороший стрелеват от Вальдемара, который забирает Кенни Эса. Можно дальше пойти. Бадди просто горит. 37 хп у него остается Апекс. Забирает Вальдемара. Юги тут же на размене. Бадди очень битый. Остается последний. И просто в смог будет дефузиться бомба. И тем временем Юги прикрывает своего соперника. Своего тиммейта, вернее соперника. Убивает. Это 8-5. Это победа команды Героик в рамках этой первой половины. И вот снова выход есть. Вроде как хорошие позиции. Бомба поставлена. Но почему не могут разобраться по позициям? Ты знаешь, по позициям вроде нормально все было. Но тут у меня больше вопрос к Хероикам, которые просто так Шокса выпускают. И Апекс, по-моему, делает на трансформаторе легчайший минус на СНАПе, который сидит на крыше. Вот тут вопрос больше к датчаням. Как они здесь держали и что вообще происходило конкретно в этом раунде. А по факту у G2 вроде как на рабочей позиции были. Ретейк был 3 в 3. Вальда врывается в мидл и просто делает два минуса. G2 совершенно не готовы к этому оказались. Ну и Хероик получает... Это была бомба. Да, на старте раунда получают преимущество в два человека. Но G2 будет довольно тяжело. Вот у меня вопросы к G2 реально. Почему парни совершенно не работают с дочкой B? Вот сейчас они пошли на B. Вот NBK уже там выходит на верхний. Но опять же мы видим, что все равно держит 4 плюс 1 Хероики. Совершенно даже не напрягается. NBK в итоге делает минус паника. Пошла стяжка от Хероик. Но бомба-то лежит в медле и датчане об этом знают. Но при этом все-таки Бадди заходит на B-Plant. Двигается дальше. Бомбу все-таки забрали. Украли из-под носа Вальде. Бадди сейчас прожмет коннектор. Возможно. Зайдет даже в Зиг. Юги с АВП не контролит своего оппонента. Вот увидел. Юги увидел Бадди. Все, есть информация. Но сейчас уже пойдет стяжка. И тут Бадди будет тяжело. Если он сейчас не сможет сделать минус, то G2 вряд ли возьмет этот раунд. Бадди все-таки находит минус по Вальде. Продолжает жить. Это очень важный человек в этом раунде для команды G2. Ну и Юги все-таки делает минус. Его перестреливает. На плите у нас играет Кенни. С АВП уже находит минус по снапе. Ну и 2 в 2. Кенни остается просто на дефолте. Туда летит Молотов от Юги. Флешка хорошая. Просто у тиммейта с Кенни промахивается. Это примечательно. На самом деле НБК зато забирает в моде последний Юги. И просто... Ну я не знаю, зачем этот Кенни выходил и просто сфичился девайсами. Ну ладно, ситуация 1 на 1. 15 хп в НБК. Он уже сделал минус 2. Юги тоже даблкин. Но это трипл только для НОВО. И это будет Юги, который забирает соперника. Но вот успеет ли бомбу раздыхать? Да, успевает он. Он успевает. Да. Но все-таки 9-5. Вот видите, как сейчас команда героик начинает. Очень круто. Хотя вот... Проиграли пистолетку. Два последующих раунда. Потом два раунда взяли. Потом вот были на грани ресета экономика. Но все-таки вот смогли сейчас выровняться. И уже близки даже к счету 10-5. Ну а здесь все настолько шикарно складывали G2 в прошлом раунде. Ты смотри. 4 на 3. Защита выбивает бомбу. 5 на 3 даже было. Она эту бомбу отдает. В итоге как-то Бадди просочился на эту точку Б. Подошел под мейн. Имел возможность убить... Добрать. Но в целом как бы здесь уже была мини ошибка команды Герой. Которая подпустила противника так близко. Но все-таки смогли разобраться. Но опять же таки ситуация. 1 на 1. Кенни против своего соперника. Ошибка от Юги на зелени. Тот отлетает от Апекса. Тут же есть размен от Мадди. 4 на 3. Шокс нашел Днику. А вот здесь вот интересно выглядит атака G2. Она получилась вроде как по всем фронтам. И разорваны по позициям Херойки. Сейчас им довольно тяжело. Но при этом Мадди. Отличное решение. Поджимает зелень. Делает минус по Кеннису. Бадди в этот момент отвечает по Вальдемару. Который загулял в коннекторе. Ну и вот такими вот шатаниями со стороны в сторону. G2 в итоге добивается 2 в 2 ситуации для себя. Бомбу Бадди ставит на Респ. Ну и тут огромное преимущество просто у французов. Шокс и Бадди поставили бомбу на Респаун. И Херойки сейчас должны понимать, что с этой стороны карты нет своих оппонентов. Бадди зачем-то открывается. Зачем-то вообще показывается. Ему нужно там сидеть тихо как мышь до последнего. Ну и нету смока на бомбу. При этом есть Молотов. И Шокс остается против Мадди один в один. Слишком мало ХП. Последний Магиерик Матхероик. Да. Скорее всего это 9-6. То есть еще Шокс играет очень опытно. Только там просчитав где-то 3-4 секунды вышел и убил соперника. Но в целом на самом деле такие позиции выбирали у нас 2 игрокая команды G2. Если бы у героек был хотя бы один смок, то могли бы быть большие проблемы сейчас у этого звена. Которые просто вот решили через тупики сыграть. Но все-таки это 9-6 первая половина. И мы констатируем факт того, что G2 играли не очень хорошо в атаке. Даже несмотря на то, что они 6 раундов взяли. Но террористы у них были такие себе на самом деле. Очень мало творчества. Какие-то вот выходы. И только где-то там на индивидуальном скиле, на каких-то интересных моментах у них получалось брать эти раунды. Но не за счет командных действий. И опять же, я прицеплюсь к коннектору. Очень мало было работы с коннектором. Благодаря этому очень часто держали просто 4 плюс 1. И совершенно не напрягались с героик в этом плане. То есть, изи. Даже когда они теряли одного игрока. Помнишь, вот несколько раз было такое, что делали entry kill французы. Все равно датчане продолжали стоять втроем на А, а один стоял на Б. То есть, не было, вот знаешь, не было... Вот почему я цепляюсь к коннектору? Потому что коннектор это такая позиция, которая вот если вы находитесь, то есть, если там есть террорист, да, есть инфа для дефенса, что там есть террорист, то дефенс всегда обязан держать 2 человека на точке. Это, ну, это как правило, да, такое золотое. Потому что на самом деле здесь, если занимается террористами коннектор, всегда выходить довольно легко на точку Б. Опять же, тут смог-смог положил под выход, да, флешка-флешка, и начинаешь захитить. Единственный вопрос, конечно, в том, когда ты уже устанавливаешь бомбу, как ты разыгрываешь этот раунд, это и есть такая проблема. Но в целом, мне кажется, не хватало французам этого. Тяжело, тяжело пока что выглядят G2, хотя вот вроде как было время. Они там написали после квалификации Кием Катовицы о том, что, ну, наконец-то, будет время потренироваться. Поэтому, что большинство команд находилось как раз-таки в Польше, вот последнюю неделю, и G2 там особо не имели соперника для своих праков. Хотя, кто знает, на самом деле, кто знает, как они тренировались. Их было бы интересно посмотреть, вот как вообще проходил тренировочный процесс этой команды. Но начало вот очередной недели, пятого сезона, и соль про лиги смазаны пока что для французов. И стоит также отметить, что они находятся на предпоследнем месте. Они еще ни одной игры из трех вот не выиграли, которые они сыграли на этом турнире. И это такой себе результат, особенно учитывая то, как именование эту команду, суперкоманда из Франции, которая пока что ничего не показывает. Но кто-то говорил, что пока рано. Но на самом деле уже вот сколько времени прошло, сколько уже можно было натренировать какие-то тактики и показать хоть что-то на карте Детрен. Тем более, что карты на ESL про лиги чёркиваются заранее. За две, за три недели, а то и за месяц. Да, ну тут я согласен. Ну вообще, ты понимаешь, тут собственно как и с Fnatic и с G2 такая же самая история. Кстати, даже с фейзами тоже самое. Недостаточно иметь состав, хороший, сильный. Нужно всё-таки работать над игрой, тренироваться и развиваться. Развиваться прежде всего как команда. Новый раунд, новый пистолетный раунд, новая история. Это просто пуш-б, а теперь стрельба от Бадди. Он делает минус по моде. Сейчас должны героики его загонять. В итоге Бадди тут в сложной довольно ситуации для себя всё-таки делает два минуса. Юги отвечает, ну и Херойк выходит на точку B. Ну будет тяжело на самом деле, учитывая то, что они находятся в одной позиции. Просто за дефолтом нужно как-то менять своё расположение, для того, чтобы играть против команды G2. Но в смысле вот, зачем этот вывод? Кенниас всё-таки погибает. Нико тут же, НБК отвечает, недолго живёт. Дальше Снаппи вступает в роль хорошего стрелька. Ситуация 2 в 1. Шокс нужно сейчас защитить для своей команды. Получается сделать один минус. Ситуация 1 на 1. 47 хп у Шокса и 60, вернее 84. У Юги уже 0 шокс всё-таки. Бажит на самом деле. Читает своего оппонента как открытую книгу и будет бомба разминирована. Это всё-таки седьмой рандой команды G2. И вот видишь, всё-таки сыграла злую шутку от расположения команды Геройк. Вроде бомбу поставили, но зачем все находились на дефолте? И потом уже и не уйти куда-то, и не сыграть Бори. Тяжело, да. Тут специфика Б-плинта такая ещё, понимаешь? Тут действительно довольно проблематичная. Даже вот откинуть не было чем, но я хотел заметить то, что никто из станы команды G2 не заходил в спину. И это был плюс для Геройков, которые остались втроём. Но вот видишь, просто всё свелось к тому, что кто кого перестреляет на дальней дистанции и оказались сильнее G2. Потом Шокс 1 на 1 против своего снайпера, против своего противника, снайпера команды Геройк, который играл с пистолетом. Не очень уверенно стоит отметить. Отыграл как нельзя лучше. И сейчас только пистолеты. Понятно, что бомбы ставили у нас Геройки. Сейчас будет просто фулл-эко и надежда на выход и постановку бомбы. Но в следующем раунде уже будет совсем другая история, а именно АК-47. Шокс минус Панико. Отличный entry kill. Дальше продолжает Шокс принимать с чёрного на верхнем. Отличная стрельба. По пульке всё хорошо. Там даже не доставили проблем ему оппоненты. Но и теперь Геройки уже покупают. Покупают. Покупают калаши. Югис АВП без армора. И теперь уже очередь игроков команды Хероик показывать нам интересную тактичку. Было бы неплохо увидеть что-то, не знаю, что-то быстрое, что-то интересное, как что-то нестандартное. Кстати, вот G2 быстро совершенно не играли. Ничего такого не было подобного. Да, действительно, я тоже отметил, что очень медленно. Вот только однажды они входили под хорошую раскидку на точку А. Ну, в целом, да, бомбу поставили, но все слились от Пальдемара, который находился на голубом вагоне. Трювёс. Команду G2 без проблем переехал. Ну и сейчас третий раунд. Второй половины. 8-9. Пока что минимальное преимущество команды Героя, которая сейчас может выйти вперёд. Но вот как тебе решение Юки купить АВП без армора? Ты знаешь, мне кажется, что это нормальное решение, учитывая то, что тем более они вот сейчас идут просто на Б. Бадди уже на чёрном тайме выдавит Модди. Бадди легчайший минус по Модди, при этом меняет свою МПшку на Калаш. Ещё один хэдшот. Вышли Хероик на Б, поставили бомбу, но не знаю даже сколько здесь вариантов взять раунд. Крайне мало, очень тяжело будет. При этом фармганы есть ещё. Тут G2 Апекс находит минус по снапе, ещё немножечко подфармил. Хероики, совершенно выйдя на Б плент, не могут удержать бомбу и уже минирует её Шокс. Там спину, правда, заходит Вальда, без шансов его перестреливает НБК. Ну как-то Хероики хороший раунд исполнили, но вот совершенно не смогли сделать киллы, да, чтобы зацепиться за этот раунд. Бомба была поставлена, Юги засевила ВП, но мы видим, что 3200, 3200 у остальных тиммейтов. И, судя по всему, это ещё будет один бай, но бай очень-очень прохладный. Две ВМПшки. Это АВП сыграть всё-таки, ребята, из команды Героек. Да, ты говорил уже две ВМПшки, тейк-9 от снапи. Есть Галил от Нико. Юги пытается пикнуть точку А через мейн. Пока что никто на его прицел не показывает. Это неплохо уже замечать Шокса, который на пермке действует. Но вот промахивается Юги и понимает, что нужно уже менять позицию. А там, кстати, у нас зелень поджимается. Апекс в очень интересная позиция, но вот главное дальше не идти. Он понимает, что АВП выстрелило в мейне и, возможно, даже сейчас занимается контролем зелени. Так, ну пока стоят. Стоят. Нет у нас дальше контакта. Вроде как Юги смотрит зелень, но тут вопрос просто в действиях дальнейших от G2. Решит ли Апекс дальше двигаться? А на самом деле мы видим, что Юги просто ждет. Апекса ждет ошибки от него. Но вот сейчас за счет позиции Апекса получается, что G2 играет 2-2-1. Что интересно, вот Апекс, вернее Кеннис и НБК находятся друг возле друга. То есть у них здесь довольно быстрая взаимозаменяемая хелпа. Ну и Хероик выдерживает паузу. Сейчас будут раскидывать и, судя по всему, выходить на Аплэнд. Какой тайминг. Вот идет раскидка. Апекс все-таки будет заходить в спину. Это пока что похоронный марш команды Хероик. Уже НБК забирает снайпи. Правда, сам падает от Моди. Там размен пока что равный. 3 на 3 остаются команды. Но вот Апекс не читаем вообще. Вот через этот мейн. Ну сейчас будет просто косить своих оппонентов. Первым будет Юги. И еще вот решил Нико. Отлетает. Не самый уверенный момент от Апекса. Ну хотя бы одного. Юги забрал Нико. Правда, тут же ответил Бадди. Неплохо. Ситуация 2-1. Шокс проседает последний. Игрок команды Героик тоже падает. Бомба будет дефузиться. Это 10-9 в пользу команды G2. Но вот Апекс мог бы и немного поувереннее сыграть в этой ситуации. Да. Но в целом увереннее, не увереннее. Но мы видим, что можно, если резюмировать, да, можно сказать, что очень уверенный ретейк в итоге от французов. И все. И все. Хероики вот в очередной раз выходят, да, ставят бомбу, но не могут задефендить ее. Проблема при том, что в ретейке G2 оказывается сильнее. Подобным образом у нас действовали ребята из команды G2. Вот тоже выходили, бомбу ставили. А что дальше? Дальше как-то вот не получалось вообще вот прочитать оппонентов, откуда они будут выбивать, соответственно, этот плент. Но вот все-таки смогли выйти вперед французы. Есть бай вновь от команды героек. Четыре калаша и Галил от Вальде. Ну, Вальде, откровенно говоря, не идет игра вообще. То есть понятно, что все там тоже ребята есть снайпи, которые тоже не убивают. Но Вальде, конечно, вот в некоторых ситуациях просто не перестреливает даже соперника. НБК на трансформаторе отвечает за верхний. Также просматривает мейн вместе с Апексом. Но на ближних дистанциях здесь G2 решили все-таки играть. Ну, не выпускает. Не выпускает таким образом из мейна. Просто Вальде непонятно что-то делал. Решил пропрыгнуть. В итоге выход смог наверхнил, судя по всему, НБК. Так, НБК не справляется. Ну и могут быть проблемы. Моди, Юги делает по минусу. Кенни с плента уже делает второй минус. Отличная работа. Ну и Юги с калашом последний в медле. Закрыто. Закрыто со всех сторон. И G2 выглядят в дефенсе. Ну, по крайней мере, вот на начале этой половины. Они для себя в защите выглядят поувереннее, нежели их оппоненты. Оу, Юги тоже получает просто влог от Шекса, который заходил через тупик Е. Это выстрел с ОВП от Ричарда. И два ОВП. Сработали очень круто у команды G2 Sports. Кенни на пленте просто не выпускает ни мейн, ни верхнис. Минус три. Соответственно, потом уже довести дело до конца. Было технически реализовано все очень хорошо для команды G2 Sports. Ну и тактическая пауза, скорее всего, от команды героя. К сожалению, мы не имеем доступа к чату. Но я уверен, что сейчас датчане будут что-то придумывать. Потому что вот эти вот выходы медленные. Да, вот бомбу раз поставили, но в целом даже не получается как-то вот выкурить соперника. Как-то вот не добрасывать все-таки некоторыми гранатами. И стоит все-таки вот задуматься над тем, чтобы и Молотова тоже использовать. Потому что у нас есть некоторые позиции довольно-таки прямолинейные, через которые действуют ребята из команды G2, тот же Кенни, который постоянно... Да, да. Да, Молотова на сэндвич не хватает, согласен. Вот. И получается, что сейчас должны все-таки задуматься об этом герои. Понимая, что экономика сейчас не самая лучшая у них. Соответственно, закупается только пистолетами и арморами. И уже в следующем раунде, в седьмом по счету, на второй половине, ну, попытается вновь что-то интересное нам показать. Но, возможно, тоже вот поработать стоило бы на точке B. Вот мы с тобой отмечали то, что G2 туда не ходит, да и героики тоже не стараются особо там на коннекторе показываться. Возможно. Вообще, хотелось бы быстрых раундов. Пока их нету. Но, может быть, все-таки кто-то покажет. Это как Астралис, да, начинают вот очень много раундов. Даже если они не идут на точку, все равно один-два человека сразу пытаются занимать центральный вагон. И просто делать всю свою работу. Кеннис и Шокс делают по минусу. Это зелень и мидл. И, ну, закрыто. Закрыто здесь героики не могут даже. Потеряли двоих. Ну, вроде как Чел с бомбой вышел на Аплент. Но дальше, да, просто гранаты прилетели. В итоге Чел с бомбой падает. Это был Нико. Вальда на зелени. В мейне стоит Моди. Выходит на трансформатор. Падает от НБК. Без шансов. Пока без шансов. И вот мы видим, что героики ни одного раунда в атаке-то не взяли. Как бы там ни было. Апекс тут в дыму высиживает. Сейчас может себе высидеть хит-шот здесь. Вальда. Вальда сгорает. Нет, Вальда все-таки падает от Апекса. И, как ты говоришь, чистый раунд от G2. Да. Шелковый раунд от G2. Но вот сейчас интересное может быть решение команды героики. Пора бы включаться Юги вновь. Я понимаю, что у него там статистика очень хорошая. 19 на 13. В целом он лучший игрок в команде героик. Но в целом пока что его АВП от атаки не хватает. Нужно все-таки больше эффективности. Больше интересных позиций. И перестреливать Кенни. Перестреливать Шакса, у которых АВП тоже на руках. И они, в принципе, ничего интересного нам не показывают. Просто стоят на месте и отстреливают статичные позиции. У нас, кстати, снова АПЕКС пошел на зелен довольно-таки агрессивно. Там будет действовать. Шокс уже находит Моди. Это было под точкой B. Это на коннекторе. И не было размена. Вот решил все-таки Моди действовать в одиночку. За что и поплатился. Шокс уже будет действовать на перетяжке через мейн. Оставляет Бадди на верхнем выходе. И тот, если что, готов вообще прорываться и забирать противника, который даже не догадывается о его присутствии в этой позиции. Под флеш. Ну, вот только что Ника показал, как должен был действовать Моди под флешку. И в итоге вот сейчас у нас комбина сработала от Шокса и Бадди. Накинули. А, он даже просто Бадди себе флешку бросил и вышел. Не, через верх просто Шокс выбросил. А, через верх выбросил. Ну, вот в любом случае. А я к чему, что то, как погиб Моди, он должен был действовать, как действовал после него Ника, который под моменталку чекал нижний парыч. Да, и вот Моди попытался довольно агрессивно занять коннектор. Просто минус легчайший. Вот до захода уже минус 2 игрока у Хероик. Продолжается дальше выход. Решили парни в смок выйти. Хероик под одну флешку. Бадди и Шокс сделали 2 минуса. Ну, и Юги с АВП. Как? С лестницей? Что за бред? Я не могу понять на самом деле. Ну, да ладно. Дальше не смог пройти у нас Юги. Погибает от Шокса, который сделал минус 3. Это хэтрик от Ричарда. Ну, и ситуация у нас усложняется для команды Героек. 9-13, 4 раунда преимущество у соперника. И есть еще экономика. Понятно, что сейчас нужно закупаться. Но вот на АВП уже не хватает. Возможно, вам не стоит вообще покупать АВП. Так как в атаке она пока что неэффективна. Об этом я говорил в предыдущем раунде. Но сейчас только 4 АК, 47. Есть раскидки. И, возможно, стоит как-то быстрее. Пытаться нахрапом взять какой-то пент и дальше уже от размена сыграть. Не знаю. Я даже не знаю, что сказать. Тут, знаешь, только можно пробовать разные тактики. Просто разные варианты. То есть там 3 зелень. Попробовать 2-2-1 сыграть. Вообще попробовать быстро сыграть. Почему нет даже попытки сыграть быстро. Я этого понять не могу. Сейчас Хероик занимает коннектор перед Б. Там у нас G2. Вот G2, кстати, чаще играет 3-2, нежели Хероик в защите, я имею в виду. Ну и пока в любом случае это для них работает. Боди на планете абсолютно слепой. Шокс меняет свою позицию. И уже снапи в итоге на катушках. Делает минус по Боди. Пришла на хелпу. Пришел на хелпу НБК. И вроде как устанавливает бомбу. Но Хероик в подобных ситуациях раунды проигрывали. Ну здесь все хорошо. Еще и Нико забирает Шокса, который был под бензовозом. Апекс встречает там Юги на точке. Там своя война на самом деле у этих ребят. Но бомба-то тикает. Нужно двигаться дальше. НБК вместе с Кенни, ясу, который находится на точке Б. Но они зажаты просто в капкан со стороны снапи. И Нико. И один из них уже делает минусы. Только вот Кенни пропустили. Все-таки на план. Просто посмок бомба. Найс трайк Кенни на самом деле. Очень крутой момент мог бы быть только что. Но вот Апекс занимается тем, что убивает одного второго соперника. Но на исход раунда это не повлияет. Все-таки это 14-9. Вернее, 14-10. Вернее, господи. Но вот Кенни, вот если бы раздефузил, то был бы просто боженький на самом деле. Как он там просочился? Вот как-то не прочитали его героик, но все-таки вот смогли забрать оппонента в смок. И это ответ от героик. Вот видишь, сыграли не то чтобы быстро, но на раннем рубеже. Просто подошли, раскидали точку Б, убили Шакса. Там абсолютно слепущий снапи делал выпад. И, ну, конечно же, это где-то халява, где-то просто скилл. Потому что снапи, в принципе, до того, как ослепнуть, заметил Шакса. И забрать его не представляло сложности. Но дальше вот все-таки уверенность от героиков была хорошей. Потому что они продавили тупики. Но, соответственно, даже не дали Апексу помочь своим тиммейтам. Для того, чтобы выбить эту бомбу. Югин в этом раунде уже контролит выпад через зелень. Там снова только один Апекс под свой же смок работает. НБК вместе с Кенни на пленте, Бадди и Шакса на точке Б. Ну, вот уже мы видели похожее расположение у игроков команды G2. 2 на пленте, Апекс, довольно глубокая позиция на зелени. Так, у Бадди, у Шакса сейчас могут быть огромные проблемы. Шакса ВП, Бадди на нижнем. Шакса в итоге отпугнули. Бадди решает поменять позицию. Вот героики делают то, что вот G2 не хватало этого в атаке. И героики довольно часто, но чуть ли не каждый раунд, постоянно дают экшен в коннекторе. Мы видим, что уже вынуждают они французов менять свои позиции. Как минимум, правда, стяжки нету, но тем не менее. В итоге начинается выход на точку А. Кеннис, подсаженный в медле. Как же не убивает чела? Ну, это нереально просто. Ну, и Хероикс сейчас имеет хорошую перспективу. Два дэшечка в смоке. Вальда находит Апекса. 5 в 4. Ну, и что? Нужно забирать этот раунд. Модди уходит просто на точку Б. Это просто шикарно. Альбекей действует через сэндвич уже 2 игрока. На хайле снапе забирает все-таки Натанашмита. Также есть информация по базе, который будет делать выпад дальше через тупики. Шокс убивает Модди, который пытался зайти с точки Б. И, в принципе, это уже говорит о том, что, ну, не самая лучшая позиция была выбрана героиками сейчас. И слишком поздно поставили бомбу. Но все-таки ситуация 3 на 3. Вальда очень красная. 11 хп. Отлетает Шокс. От того самого Вальдемара. Еще Нико забирает Кеннис. Это просто провал для команды G2. И Юги ликвидирует Бадзи. 13-11. И сейчас нужно смотреть на деньги команды G2, которые, в принципе, еще, ну, очень много там в банке. Ну, нормально, два раунда подряд берут Датчане. Да, да. Но Датчане все-таки, вот, видишь, сейчас выходят уже на хоть какой-то уровень уверенности. Обрати внимание, что начали играть чуть-чуть быстрее. Такой темп, чуть-чуть вот такой, ну, как-то более динамичный начали двигаться. Да, да. Ну, понятно, что раскидки там на 50-й, где-то секунди, 45-й. Но уже чувствуется хоть какая-то уверенность. И то, что команда героик играет хорошо как оттуда третит. Потому что до этого не было явно. Шок собирает Снапи. У нас в целом прожим на точке Б. Коннектор там погибает Снапи вместе с Вальдемаром. 5 на 3 уже ситуация. И просто решает команда атаки выйти на точку А. Там Кейнис не выпускает Нику. Бомба уже на земле. Моди подбирает там, понятно, что поставит. Но вот дальше как? Дальше только ситуация 1 в 5, которую он не тащит. Одного Апекса только ликвидирует. И тут же АВБ от Кейни не молчит. Минус 3 от Кейнис, АВБ. И все-таки 14-11. Ты обратил внимание, что G2 решили поджать в 4-ом Б? Не в 3-ом, а в 4-ом. И Моди сделал стрейф, не погиб. Дал инфу, что здесь жмут. И все равно 2 игрока погибло. Притом 1 в коннекторе, а 2 погиб на зелени от Кейни. У Кейнис был единственный игрок на Апленте. У него была позиция с АВП на зелени. И 4 человека было на точке Б. И Кейнис с АВП просматривает и верх-низ. Откуда был, собственно, и сделан килл. И мидл. Опять героик, судя по всему, играет быстро. Нет, а нет, просто в дом занимает. Это довольно быстро позиции. Моди. Нормально он шокса накоцал, 50 хп ему оставил. Боди, хорошая позиция. Смок реализовал. В итоге Нико отвечает. Ну и 4 в 4 ситуации. Вот опять героик в очередной раз показывает, как нужно играть на трене. Как минимум, да, заниматься коннектором. Работать с этой точкой. Вот G2, да, тренировались. Тренировались, не поехали на 2 турнира. Но, судя по всему, так этого и не поняли. Ну, ты видишь, вообще сыграли очень неуверенно здесь G2. Вот Шокс идет на тройку, получает выстрел в себя. В итоге уходит вглубь плента и оставляет. Ну, не то чтобы оставляет, а говорит Боди, ты там сам. И как-то вроде как вместе смотрит СБ, а вроде как и нет. Шокс ошибается. Вальди вот тут же отправляет уже в следующий раунд. Апекс вместе с НБК. В ситуации 2 в 4 при поставленной бомбе. Уже нужно решать о сейве. Но все-таки вот Апекс идет до последнего. Забирает только одного снапа Юги на размене. НБК последний. 1 в 2 против Юги и Нико. Но вот слишком мало шансов на то, чтобы взять этот момент. Это все-таки 14 в 12. И героики ухватываются за эту вот растинку, этого камбэка. Все хорошо. И следующий вот раунд, понятно, что будет бай. Но если его берут героики, то потом у защиты будут, ну, небольшие проблемы с экономикой. И это не очень круто, учитывая то, сколько раундов осталось в основное время играть на каждом. Да, да. Я как раз хотел сказать, что у нас-то уже лейт игры. И уже сейчас понятно, что G2 будут покупать, потому что деньги есть. Но героики возьмут этот раунд и все. А прогрессия такая для них, что последних там 3 из 4 они взяли. Поэтому, в общем-то, тенденция для них может сохраняться позитивная. Да, сейчас вот важно сконцентрироваться на все 100%. Ребятам с команды G2. И Моди просто решил немного подгореть. 29 хп остается у него после Молотова на верх-низе. Попытался все-таки вот забрать оппонента, если тот поджимал. Но не получилось абсолютно. НБК слишком далеко находился. И даже не пытался там смотреть активно в этот пиксель. И начало раунда не очень. И еще и снайпи получает прострелы. Просто в доме B47. 41 хп у него остается. Да что ж ты будешь делать? Вот все-таки нужно было сразу же менять эту позицию. Два вп от команды G2. Вот Шокс вместе с Кенни Сом. У одного нет армора. Это Кенни. Но Кенни может даже без армора работать хорошо снайперским девайсом. И здесь уже интересно, куда все-таки выберут выходить героики. Какой вектор будет атаки в 12-м раунде. Кенни пока что просматривает мейн. Бадди на позиции, которая очень крутая при просматривании просто выхода через верхний. Но пока что не выглядит все это как выход. У меня отвалился CSGO. Непонятно почему. Поэтому, друзья, простите. Режим радио. Да, режим радио сейчас будет. Быстенько сейчас. Вместе с Шоксом отвечает на точку B. И там вроде как выпад. Но это фейк от Нико вместе с Млади. Бомба все-таки направляется наверх-низ. И это уже очень интересно. Опять 35 секунд до конца этого раунда. Нужно уже действовать. Герой врывается через верхнюю волну. Забирает все-таки Шокса на точке B. И тут же Бомба делает все-таки выпад через нижнюю. Нико уже второй минус. NBK отвечает. 4 в 3 ситуация. Очень красный NBK тоже должен погибать. И Млади его добирает. Apex вместе с Kenny S. 2 в 4. Бомба поставлена. И это раунды команды героек. Ребят, это уже сейв от Apex и Kenny. Это M4A1S и АВБ. 14-13. И то, о чем мы с Алексеем говорили. То, что денег у G2 особо не будет. И вот эти девайсы, которые имеет на руках Apex. И Kenny, хотелось сказать, Kenny только что отлетел. Они были очень важны для того, чтобы как-то попытаться потащить следующий раунд. Слушай, а они сыграли как датчане? Быстро вышли на точку, да? Они сначала раскидали B. То есть я просматривал попытку, наверное, вот фейка какого-то. Сначала вышла верхняя волна. Забрала Шакса под собой на катушках. И дальше уже бомба вроде как находилась на верхнизе, но все-таки решила вернуться, так как был опенфраг. И вот звено команды G2, которая отвечает за точку B, она просто провалилась. Потому что вроде как снова вместе. Один погиб на катушку, потом второй выходит на мейн и тоже отлетает от Нико, который уже успел продавить верхнюю волну. Да, интересно, девки пляшут. Сейчас Хероик забирает, судя по всему, 14-й. А там уже, там уже как пойдет. О, НБК, отличный минус. Просто на старте этого раунда Моди отвечает. Дальше двигается команда Хероик на точку А. Снапи делает также минус по Апексу. Ну и тут Кенни с Успиком. Шокс на пленте находит минус по Моди. Отличная работа. Там еще и в спину будет заходить Бадди. Шокс живет. Шокс просто, просто, просто Шоксу нужно жить. Бадди делает минус по Юге. Сейчас Бэка отдать. Какие проблемы сейчас у команды Героик. 7 ХП остается у Вальдемайра. 82 у Снапи и 2 противника, которых нужно убивать. В принципе, по обоим есть информация. Шокс убирает все-таки у Вальдемайра. Но слишком красный был и в одиночку просто таки решил действовать датчанин. 11 ХП остается у Ришара. Он просто решает жить. Это самое правильное решение в этой ситуации. Снапи один против двоих. Но опять же таки, это коллаж против пистолетов. Пытается задергать. В принципе, пока что получается. Бадди ошибается. Выпадет через мин. И его тут же забирает оппонент. Последний Шокс. Есть 5-7. Есть первый армор. 11 ХП. И он пытается сыграть на угол против оппонента, который уходит на тупики. Ну правильно. Действует на самом деле Снапи. Мне нравится. Он абсолютно идеально здесь работает. Ну и вот что дальше. Вот Шокс очень обидно. Потому что на самом деле он всю дорогу жил. Делал киллы. Давал информацию о Бадди, который должен был в коннекторе жить и не погибать. В итоге отвалился. Ну и выходит Снапи на точку Б. Должен ставить бомбу на респ. Заходить сюда и просто тащить изи раунд. Шокс находит АВП. Понимает, что уже наверняка это точка Б. Ну и все. Снапи ставит бомбу под Смок. Ну и теперь уже работа от Шокса. Но это все-таки АВП, который может сейчас найти Снапи. Но тот действует очень грамотно. Поставил бомбу на себя, ушел в тупики. И вот здесь на самом деле нет вообще понимания, откуда же может выйти Шокс. Но вот Снапи играет очень грамотно. Просто уходит из-под прицела возможного своего оппонента. Шокс под Смок. Я напоминаю, что нет диффузов. Соответственно 10 секунд нужно будет разминировать эту бомбу. Но это фейк. Из-за того, чтобы просто понять, где находятся последние соперники. И тут Шокс выходит просто на вагон и забирает своего соперника Снапи. Жесть. Какой же бог здесь Шокс. Просто минус 3, 11 хп. Находит АВП. И потом вот Смок просто так. Снапи повел здесь как школьник на самом деле. Ну а типа понимаешь, вот вроде он как бы должен пшить. Он же не может не шить. Тут же под Смок фейкует. Правильно? То есть тоже нужно как-то... Но с другой стороны, можно было бы выбрать хороший угол больше для себя. Блядь, а то, чтобы тебя не убил хотя бы вот этот вагон. Но просто, наверное, Снапи об этом не подумал. Соответственно 15-13 уже матчпоинт. И Эко сейчас взяли G2 Esports. Просто голые пистолеты. Там некоторые первые арморы. Но Шокс, конечно же, здесь батя. Молодец. Очень круто отыграл. Соответственно в этом раунде дальше будет действовать СВП. Точно такой же девайс от Кенни Са. Есть снайперская винтовка от Юги. И это, возможно, последний раунд на карте Детренда. Команда Героик. Ну просто провал. Все было у них в руках. Да, дали такой раунд важный для себя. Эко и... Все. Счет был бы 14-14. А там уже дальше как карта ляжет. И она могла лечь очень удобно для... Команды Героик. Но вот не зашло. Не знаю. Но там неоднозначная ситуация. Очень спорный момент. Я не знаю, вот на самом деле, как было оптимально разыграть Снапи. Именно исходя из того, что сделал Шокс. Как он кинул Смок, фейканул. И вот как нужно... Как стоило играть Снапи. Это вопрос. Единственное, что можно было, знаешь, здесь только включать какой-то майндгеймс. И понимать, что, ну, вероятно, один в один чел не будет дефузить на морозе в Смок. Да, и тем более, учитывая то, что там не было дефуза. Ну, это просматривалось. Потому что совсем не было денег. Бадди! Принимаю точку по без шансов Снапи Нико. Ивальда отлетает без шанса. Уже ситуация 2 в 5. Это практически нетащибельно для Мадзи вместе с Юги. Они пытаются выйти через верхний, через нижний. Оба вне позиции не будет поддержки. Тут же размен от Бадди. Неужели это эйс в этом раунде? Юги отвечает на Кенесе. Бадди против него будет действовать очень красный. Но нужно просто пушить этого ВП. И нет, не получается все-таки забрать. Юги борются как лев. И уже есть два минуса. Против Энбики и Апекса остается снайпер команды героек. Но вот сам себя загоняет для самой лучшей позиции. Вот через сэндвичи понимаешь, что нужно уже выдвигаться за бомбой. Потому что ни в коем случае ни Апекс, ни Энбики его не будут пушить. Ну да, здесь нужно французам сидеть. И совершенно не стоит двигаться. В итоге Молотов на плент. Юги ставит бомбу. Не фейкует. Энбики сейчас должен забирать. Да. Легкий минус для Энбики. И в конечном итоге G2. Выигрывает карту Детрейн. Ну, наверное, справедливо все-таки. Как бы там ни было. Детчане хороший камбэк устроили. Хорошую показали прогрессию по раундам. Но. 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 Слишком много но. Мы с тобой отмечали то, что вот в атаке G2 не очень уверенно смотрелись. Но получилось так, что они получились вот более уверенными на карте Детрейн за защиту. То есть у них не было проблем с приемкой ни точки А, ни точки Б. И в целом, конечно же, героик вот был просвет, как ты сказал. И были абсолютно все шансы на камбэк. Но вот тот самый момент Снапи против Шакса. Да и вообще. Вот. И только этот момент. Понятно, что ситуация один на один. Ее можно разбирать очень долго. Но это были только пистолеты у команды G2. И, соответственно, калаши АВП с ними не справились. И в целом я бы не сказал, что Снапи проиграл эту игру. Проиграла вся команда, которая проиграла вот тот самый раунд пистолетом. Ну и здесь за счет этого все-таки уже смогли дотащить G2. И уже могут с хорошим настроением переходить на следующую карту. Справедливо, друзья. Ну и мы тоже с хорошим.